Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Великая Тебя благодарность, Господи, за милость и оказывание нам и в этом дне. Благодарю Тебя, мой Христос. Евангелие от Марка. Первая глава. И выходили к нему вся страна иудейские русалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из берблюжьего волоса и пояс кожаный на шрестах своих, и ел акриды, и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Аллилуйя! Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Господи мой, помилуй, оси, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь, и слава Тебе. Благодарим Тебя, Господи. И когда выходил Он из Дага, крестить вас будет Духом Святым. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говорят, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же без моря Галилеевского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю вас, сделаю, что вы будете ловить человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке, с работниками, последовали за ним. И приходил в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учения, ибо он учил их, как власть имеющая, а не как книжник. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. И вскричал, оставь, что тебе до нас, Иисус, сын Назарянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясший его, и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это, что это за новые учения, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестностям Галилеи. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом с Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, Иисус поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Иисусу всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям, и он исцелял многих страдающих различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорили ему, «Все ищут тебя». Он говорил им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагоге их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходят к нему прокаженные, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После сего слова проказа точно сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, наш Господь! Велика милость твоя и любовь к человеку! Ты послал на землю Сына Своего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, который умер за наши грехи, пострадал и воскрес третий день. Для оправдания нашего, Господи, слава тебе! Благодарим тебя, милосердный Создатель! Ибо нет иного Бога, кроме тебя! Ты повелел всюду провозгласить, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Осужденные грешники будут брошены в озеро, горящие огнем и серою. Это смерть вторая. Прости нас, Господи, и благослови, чтобы не оказаться с теми, кто на левой стороне будет стоять на суде Божием. Помилуй нас, Боже! Помилуй нас! Хвала тебе! Слава Цуи, Сыну и Святому Духу! И ныне, и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Хвала тебе, Господи, честь и поклонение за все Твои милости, любовь и долготерпение. Будь милостив, Господи! Пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Евангелие от Марка, вторая глава. Евангелие от Марка, вторая глава. Благодарим тебя, Господи! Славим всесчастное имя Твое! Ты, Иисус, спасение наше! Ты, Иисус, Господь наш! Кому возвестить истину? Все прячутся и убегают, хлопнув дверью. Найди, Господи, новые души, и им возвести о любви Твоей, о радости благовестия. Евангелие от Марка, вторая глава. Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Точно собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился-то, и прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи Твои». Тут сидели некоторые из книжников, и помышляя в сердцах своих, что Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего вы так помышляете в сердцах ваших-то? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми постель Твою и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель Твою и иди в дом Твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит Ему, «Следуй за Мною». И Он встал и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним ученики Его. «И многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним». Книжника и фарисея, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, «Как Он это ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вычищет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новое. Исключилось ему в субботу проходить за сейными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосси, и фарисеи сказали ему, «Смотри, что они делают в субботу, и чего не должно делать». Он сказал им, «Неужели вы не считали никогда?» Что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам, и бывшего с ним? Как вошел он в дом Божий, при первосвященнике Авиафари, и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. «Господи, помилуй, Господи, благослови». И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть Господин и субботы». Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови, Господи, это дитя, и сохрани от всего ненужного соломудрие и стыдливости. Запечатлей ее на благовестие. И приводай ей мудрость божественную и евангельскую. Будь милостив, Господи, дитя да будет послушно родителям, знающим Тебя, верующим Тебя. Приведи ее в церковь святую православную, если она еще не там. И приводай ей святое крещение, без которого никто не спасется. Господи, Боже мой, слава Тебе. Дивные тела Твои, Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, Иисус, помилуй нас и благослови. На Тебя бы уповала душа моя, Господи. Евангелие от Марка, 3 глава. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воздрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца их, говорит тому человеку, протяни руку Твою. Он протянул и стала рука его здорово, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с серодианами совещание против него, как бы погубить Иисуса. Но Иисус с учениками своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилея, Иудея, Иерусалима, Идумея и Зайордана. И живущие в окрестностях Тири и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была дать до него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарежь ему имя Петр, Якова Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарежь ему имя Вуанаргес, что значит «сыны Громовы», Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита, Иуда Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлебов есть. И, услышав, ближние его пришли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Иисус имел в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану, если царство разделилось само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделился сам в себе, не может устоять дом его. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не сяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какие мы бы не хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матери братья его и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали ему, вот, матерь твоя, братья твои, сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечая им, кто, матерь моя и братья мои, и обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, хвала тебе, милосердный Создатель. Благодарим тебя за этот день, которого никогда не было во Вселенной. Дивные дела твои, Господи, приготовь народ к встрече тебя. Будь милостив к нам, Владыка. Боже, будь милостив ко мне грешным. Сознавший меня, Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Богородица, дева, радуйся, обрадуна, Мария, Господь, с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, як родилась, и Христа спасся, избавителя душам нашим. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Дивные дела твои, Господи, благодарю тебя, что позволил нам быть здесь, в этом ущелье тьмы, мрака и греха. Как многие пришли сюда только для одного, чтобы удовлетворить плоть свою, глудом и прелюбояянием, раздетая, нетрезвая, обкуренная, злословящая, сквернящая, и малые дети здесь. Помилуй их, Господи, и коснись сердца всех, пошли к ним добрых, искренних, верующих, миссионеров, проповедников, пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и всем возвести о любви твоей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Добрый день! Хотели что-то спросить, нет? Мне просто интересно, мне послушали. Я буду слушать вас, говорите. Мне просто интересно вас послушать. Я считаю Евангелие, потому что здесь люди пришли не для добра, раздеты, открыто показано, половые органы показывают, совокупляются. Это яма, Содом и Гоморра здесь. И мы пришли сюда, чтобы им рассказать, что так жить нельзя. Это в ад пойдут сразу. Слезу. Вот я прочитал Евангелие от Матфея, сейчас начал читать Евангелие от Марка, а до этого читал книгу молитв, 150 молитв, это Псалтырь, она посреди Библии, эта книга. Давид написал, Уас Дуайт называют. Он очень сильно страдал, его гнали. И когда на нас что-то гонят, мы считаем, как будто это моя молитва. Все, все молитвы, мы, 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 мы ездили в миссионерскую поездку, и у них в доме останавливались. Она очень грамотная. И консерваторию кончила, знает 4 языка, а он сам на 6 языках разговаривает. Очень грамотные люди. Ну и мы подняли тему, я взял стих, книгу апостола Павла Кремлина, 6 глава, 23 стих. Он так звучит. Возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Ну вот первую половину разобрали, все согласились, что за грех смерть. Даже у древних египтян было, у индийцев, своя карма, свое понимание греха, но грех не одобряется нигде. Убийство, там, клятва преступления, насилие, вот то, что есть, измена в семейной жизни, ну это и у идеев, ни у кого не одобряется. Ну согласны, согласны. Тут же стоит он, мула, молодой, он из этих, из грузин. Ну, как не согласиться-то? Ну вас по закону так, как, карают? Ну да. Ну а шарят-то куда денешь-то? Хоть возьми суннитов, хоть шиитов, у всех одинаково. Одинаково, что за гробом грешнику плохо. Его там рай не ждет. Я как-то в одном собрании, там были мулы, имамы, то есть очень такое солидное собрание, и мы беседовали. Я говорю, а как вы понимаете, как Иисус придет? Он сядет на престоле славы судить. Да нет, это... А один и говорит, он там в Мекке или в Медине был, вот такие же вот держит щёточки, так это перебирает, молится по-своему. И говорит, горе нам, если нас сын Марьяме будет судить. Марьяме это наша Мария, как Дева Мария. Если Иса будет судить. Я говорю, он и будет судить, потому что он, говорит, сядет на престоле славы своей. Вы-то пришли на 600 лет позже. Взяли готовое, там переменили, отбросили. А на каком основании? Господь, говорит, ни одна черта из закона не пройдет, ни одна буква. Я вас не трогаю. У меня Евангелие. Он сказал, идите проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие всей твари. И жил у вас называется. Ну, а какой Евангелие-то? Если еще... Ну, вот, возьмите за грех смерти. Его посадили. Он убийца. Там убил малолетку и сидит. Ну, а как его спасти? Ну, добро делать. Ну, какое добро, когда он сидит? Мне сейчас прислали ролик один. Это в Казахстане. Задержали китайских там граждан. А они малых детей воровали. И такие, как ящики, гробы, льдом заложены, они там мертвые на части отправляют. Там рыдание такое стоит. Матери своих детей нашли. Это ужас один. Ну, лед выбирает, а на ней руки дрожат. Он лежит, как живой. Ну, замороженный. И они в Китай отправляют, спрашивают. Ну, когда легкие, печень там, глаза, все возьмете. А куда остальное девается? А человек, это... Куда, говорит? Варим и съедаем. Ну, их там бить вначале. Ну, а что там бить-то? Это прислали мне. Это не просто... Это не композиция какая-то. Это реально. Около 600. В Аббаристане, в том каком году, давно было, тоже у наших жена, врачей, в Ферреге, у них детей протечены, и органы получили. Ускрывали, и органы их поднимали. Ну, долгое время их найти не будет, но только омали все-таки. И их взяли просто на почве. Самосуд взяли. Службой, публичной, пилицейной. Да, я говорю дальше теперь. Вот такого человека поймали. Но он человек. И он не может тут так просто... Ну, может он себя петлю надеть, но у вас тоже это не одобряется. Суицид. Нет. Это самый страшный грех, в котором покаяния нет. Возмездия да грех смерти. Опа, не арестовали. Я тогда к этим мулам спрашиваю, как? А таких наш Аллах не принимает. Так он совершенно... Я говорю, а Господь всех принимает, если он кается. Ну, грех-то возмездие. Поэтому Иисус умер за грехи всех людей. Он взял грехи и понес их. Так. Как вы объясните? Никак. Не принимает им все. Я говорю, ну вот блудится, женщина нехорошая. Я говорю, вот смотрите, Христа распяли слева и справа его разбойники висят. Ну, за убийство пойманы. А его специально посередине, чтобы сказать, да вот разбойников казнят. А на самом деле, Христос-то не разбойник. И вот, оба хулят его. И тогда, евангелистам Луки написано, один из них и говорит, что же мы делаем? Он не повинный страдает. Мы-то за свои дела, мы убивали. И друга начинает, зачем мы говорим-то это? Они висят, прибитые уже, привязанные. И говорит, Господи, помяни меня во Царстве Твоем, когда придешь. А Иисус отвечает, ныне же, сегодня же, будешь со мной в раю. Ну, а ты считаете? А у них все есть. Вот это, я в доме Мулы говорили. У нее Библия лежит, еврейская Тора лежит, там, Коран лежит, все. Ну, они читают, читают. И у меня ролик снят, и можно посмотреть. Такая обстановка. Вы не сняли к нам, телевизорка? Как говорите? А мы читали? И что-то никак не могу ухватить. Я говорю, мы были в Баку. А вы сами читали в Баку? Так как же не читали? У меня отдельная книга написана, у меня вышло 38 книг в бумажном варианте. Каждая книга 752 страницы. И 18 том у меня посвящен Корану. Я его разбираю по сурам, я и я там, весь, по буквам, в сравнении с Библией, что об этом написано в Библии. А вот там одно событие есть, оно из жития святых взятое, эфесские, когда уснули где-то. А дальше, и что за 1300 лет говорили великие деятели, писатели о мусульманах? И все записано. В одной книге у меня есть. Поэтому я когда с ними беседую, они говорят, вы лучше нас знаете. Я могу сказать, насколько он больше. До одной буквы у меня все высчитано. Вот я насчитал на магнитофон, тогда были катушки. Вот Библия, 89 часов, 53 минуты, и там 70 секунд, сколько? Медленно вы, если зарядите, Игнатий Лапкин, я Игнатий Лапкин, и Библия, и дальше можно аудио слушать. Или Игнатий Лапкин, Златоуса, 12 томов. Я 50 книг тогда насчитал, меня посадили, я архипелаг еще распространил. Я только в 87-м году освободился, а в 92-м реабилитировали. Ну, мне не ответили на вопрос. Я отвечаю, что я его считал, и не один раз. Я не знаю. А что? Ну, мне же не утверждается, что Иисус забрал все эти ученые. Ну, вопрос в том в чем? Я понял так, что считал ли я Коран в переводе? Нет, нет, нет. Нет? Я буду спрашивать про Иисуса. Вы же говорите, что забыл сэграфик человеческий? Да, так написано. А что мы молимся? Мы прославляем Бога, просим милости. Вот смотрите, есть такой фильм «Идальга», если не смотрели, там у мусульман гонка 1300 километров по пустыне на лошадях. И у одного-то, ну, можно и Дальга запишите, хороший фильм, там, мусульманский фильм. И вот он там, мусульманин, маленько с дорожки свернул и попал в трясину. А этот, американец-то, гонит, им надо первому прийти, но он остановился, и тому бросает в ось, бери это там, я тебя вытащу, а тот говорит, не надо, Аллах мне так сделал, поэтому не надо, раз он Аллах решил, поэтому еще я буду бороться, это зря. Он говорит, ну, ты вылезешь, тогда еще видно, Аллах тебе даст жизни, и ты домой приедешь, а он, я слушать не хочу, я тону, значит, так Аллаху угодно. Я не знаю, вряд ли кто согласится. Фильм это не показатель, великий фильм, любой человек может быть, и с этим вот цепью, но видите, у нас нет такого слова, судьба в христианстве нету. Бог отдал людям свободу. Мы считаем Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Придите ко мне, Иисус говорит, ко мне с большой буквы, все труждающие, все обремененные, я успокою вас, найдите, возьмите Игорь Мой на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, ибо Игорь Мое благо, и бремя Мое легка. То есть, в любой позиции, кто бы ты ни был приговоренный к смерти, я молюсь, и Бог сильно изменить обстановку. Все грехи мира взял Господь на себя. Откуда известно? 1 глава, 29 стих Евангелия от Иоанна. Иоанн Креститель говорит, вот агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха, 1 Иоанна 1,7. Понятно. Он отец возложил на него, и возложил на него грехи. 700 лет до Христа Исаия сказал, и он был обезображен пащей лика человеческого. Он взял. А почему? Это Божья шкала. Вот я говорю, мусульманин меня на днях беседовал, скажите, у вас сад есть дома там, растут, может, гранаты? Ну, у меня нет, у товарища есть. Я говорю, ну, залез кто-то, и мальчишка сорвал один плод там, ну, яблоко там, грушу. Что ему будет? Да что будет? Это я ему еще и дам, скажу, мне еще жалко, что ли. Я говорю, это у Бога, это другая шкала. Адам с Евой в раю. Бог все отдал. Он сказал, вот дерево, познание добра и зла, не ешьте. А змей подполз и оболстил Еву. Ну, Ева-то и умерла бы. Нет. Все смертные сделали, звери, микробы, все смертные. И уже умерло. Из-за этого плода написано, все умирают. Через женщину все умирают. И умерло уже больше ста миллиардов людей. Да разве это справедливо? Нам не надо эти слова говорить. Итак, справедливость у Бога. И надо принять те условия, которые Он говорит. Вы умерли, но вы молились. И Господь сжалился и посылает на землю Сына Своего, безначального, Святой Троицы. Он воплощается в Духа Святого Девы Марии, возрастает, 30 лет выходит на служение и умирает 33 года, распятый. Он распят за наши грехи. Мои грехи его распяли. Вот это чувство благодарности, оно переполняет душу. Он умер за нас. И поэтому, если вы желаете опровергать, вы должны представить другие документы. А не так, а там все неправильно. Я в Доме Молы беседовал. И он говорит, ну там, изменили православие. Кто изменил-то? В каком веке? Назовите. Вы говорите неправильно. А какой правильно-то? Чтобы знать, что неправильно, надо эталон иметь. Правильно. И с ним сравнивать. Где это правильно? Ничего нету. Просто отмахнул и все. Да кто же так делает-то? Иисус умер за грехи людей. Умер. Он воскрес. На Пасху, услышите, вот через 8 недель. Христос воскрес. Вот как? Нет, это я слышал. Но мои грехи он взял. А теперь верующий в Сына Божия. И Христа. И иметь жизнь вечную. Потому что он омыл меня кровью своей. Раньше приносили барана. Вот у вас тоже там овечек колят. Но это были образы, напоминания. И когда Иоанн стоит, видит Христа, и говорит, вот агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. Без пролития крови нет прощения грехов. Это мы считаем первым посланием. Ну, получается, если я вас правильно понимаю, что Иисус забыл в нашем эфире, и мы просим его простить. Но так как мы еще согрешаем, сами не знаю где-то, не так посмотрел. У нас шкала-то разная. Вот здесь вот, это щадрулетка называется. Тут мусульман примерно 80%. Я уже второй месяц здесь. Я веду статистику. И половина из людей, которые здесь доторжены или совсем голые. Я их спрашиваю, скажите, там, Ахмат, ты зачем пришел сюда? Поговорил. Да с кем говорит? Тут одно балдежник идет. Молодые, все тут дурят. Пришли блудить. Прелюбодеи собрались. Содом и Гаморра. Я говорю, тебе дома 4 жены разрешается? Тебе надо колым, платить. А здесь 44 даром. Он засмеялся. Узнали. Я говорю, что они знают? Я вас знаю, базарных. Дома свою жену укутают, там не подойдешь к ней. А чужую под задницу пинают. В Германии еще они делали, когда разрешили им из Сирии бежать. Я знаю их очень хорошо. Очень хорошо. Иисус умер за наши грехи. Умер. И поэтому отрицательный... Понимаете, отец, который... Ну, пришел сын и говорит, папа, а я играл в футбол и разбил окно. Он говорит, ничего, сынок, не переживай, я пойду и вставлю. Так что, тогда можно каждый день окна бить? Ну, кто же так рассуждает? Господь говорит, я вас очистил, впредь не грешите, живите в Духе Святом. А у вас в Духе Святом даже понятия никакого нет. Я говорю, у вас как, четыре жены официально можно? Можно. Вот показали, один, двухсотый раз женится, но ни разу не нарушил. Он берет жену, одну выгоняет. А то в Саудовской Аравии. 200 жен. Ну, а теперь... Ну, а почему он не нарушил? Он не нарушил четыре раза. У него никогда не было пять жен одновременно. Нет, конечно, помимо того, что не там не в количестве, а акады почти не разумеют. Четыре жены, предел. А у нас, если одна есть, это уже благо. И вот она если умрет, а другая погибла, то четвертую, он вдовец, уже нельзя брать. Даже законная нельзя. У нас другая шкала совершенно. Вот у вас как? Вы даже, может быть, не знаете, допустим, жена с мужем по телефону разговаривали, они там, или там по скайпу. Она работает на работе и говорит ему, там, Мухаммад, я тебя не люблю. А он ей говорит тоже, Фатим, я тебя тоже не люблю. Захохотали, но я развожусь, развожусь. Он приходит домой, полиция стоит. А в чем дело? Откуда идешь-то? Ну, домой, жена. А вы развелись? Как развелись? Ну, развелись, записали это все. Ты не имеешь права домой. И все, до свидания. А теперь шанс только один. Это реально. А вернуться назад можно так. Она должна с женой стать хоть на одну ночь, а потом теперь она может вернуться. Нет, это где было такое? Где это было? В Индии. В Индии. В Индии у мусульман. Я разговаривал с людьми, специалистами, и они говорят, да, это у нас такой закон. Вот если он разводится, а сосед задувалом, он кричит, сосед, я развожусь. Он говорит, я слышал, сосед, я развожусь, айша у меня не нравится. И три раза крикнул, сосед сказал, слышу, все, она не имеет права в дом заходить. Но она беременна. Она должна родить, год воспитывать сына, отдать и уйти. Поэтому у ней все на шее богатство. и манисты эти украшения. Тут не надо говорить, что не так. Это именно так. Я не где-то разговаривал в мечети. В мечети. Ну, как? Мула не один стоит, и все не знают, а вы... Нет, это так. А у нас так. Если она женой другого стала, то не может уже вернуться к нему. У нас разная шкала. Есть условия для жилья, также есть условия для назовы. Я вас не обвиняю. Я вас лично не обвиняю, я вас не знаю. Но дело в том... Вы не говорите за меня, я вообще за религию Санглова. Просто так нас не делаю, чтобы я развелся, принялся. Но четыре жены у вас разрешено иметь сразу? Да, разрешено. Ну, так что, я про это и говорю. И, главное, в Чечне... Нет, вы говорите на разуме, да, если я по-разуме... Ну, ладно, на этом остановимся. Я не буду больше говорить на эту тему. Дело в том, что Рамзан... Рамзану Ахматовичу Кадырову говорят, ну, а у тебя вот сколько там... Глава администрации районов, такие-то две жены... Российский закон не разрешает, он говорит, ну, кто... Что не разрешает-то? У нас свой обычный... Ну, какое-то нарушение. А что Путин смотрит? Он говорит, Путину не до этого. Будет он наших жен считать тут? Рамзан с юмором? Какое дело вообще государство... Ну, дело в том, что у вас четыре можно, а у нас написано, хорошо, если ты не женишься, чтобы всей душой Богу служить идти. У вас нет этого. Шкала очень-очень разная. Ну, это не правильно, как мужчина без жены... Ну, хорошо, к врагам как относиться у вас? Враг, который вам... С ним как относиться надо по вашей книге священной? Враг не сдается и уничтожает. Враг не сдается и уничтожает. Максим Горький. А у нас написано, возлюби врага твоего. Ну, разница есть. Я рассказываю... Вывод такой, что учение Христа неземное. Вот о чем я говорю. Когда я... Не-не-не-не, вот послушайте. Я говорю, ну, слушай, мы неправильно опоздаем. Враг. Враг бывает раз. Бывает кровный враг, который просто тебя враждует, явно. А бывает просто враг, который... Вот тебе ничего... У нас есть враждание, что мы не прибуду, никакие действия не прибуду, не убиваем, кто-то врагает. Просто враг не с ним. Вот, скажем, я вот что угодно, если бы, мы не умели, кто врагает. Если он мне будет сумасшедшим, что-то говорить, похоже, если я не буду хорошим отвечать, то тогда он может повиняться в голове. А если он явно против него нет оружия, то тогда любой человек будет сценивать. И он в вашей руке тоже так, такая раменька. Если бы нам нужно идти с мужем, не будучи стоять и поговорить, чтобы он... Вы только не отключайтесь сразу, не убегайте. Договорим. Я сегодня с ним говорил, он раз, и выключился. Я говорю, скажите, ну, беспристрастно, мы сторонние. В Беслане кто захватил? Кто? Православные католики? Ну, ясное дело, что мусульмане. Ну, еще отрицать-то, когда взяли на себя вину такие-то. Теперь дальше. В Буденовске кто захватил больницу? А я там был, проехал. Я видел людей, которые детей потеряли. Прошел, как там куклы стоят, где стреляли. Кто? А кто в Лагодонске взорвал? Я сейчас закончу. В Домодедово кто аэродром взорвал? Во Франции, в Испании кто? Буддисты? Нет. Православные? Нет. Вы должны сказать, да так, вы не согласны, я понял. Но это относится к вашей религии. Вексагент под подушкой лежит. Ну, то есть, то, что мы видим конкретно. Конкретно. Вот я рассказывал сегодня одному, как... У нас в самом учении, что возлюбив врагов, конечно, убивали. Православные были, то есть воевали. Да я не обвиняю мусульман совсем. Я говорю, учения разные. Он по своему учению прав. Ну, а что, то нам, в Великой Отечественной войне, или у других терапевтов? Ну, где? Во время Отечественной за каждого немца заплатили 5-6. 5-6. Ну, кто начал? Ну, кто? Людоеды начали, кто? Оба безбожника. Два сатаны схватились. А, вы видите, почему-то вы их называете... Ну, а как? Ну, коммунист, коммунист, а там фашист. Нет, подождите. Коммунисты-фашисты. Они никакой веры не было. Они уничтожали церковь. Что сравнивают-то? Кто там воел? Еще Чингисхана нам припишите. Давайте. Дальше. Атилу, Алариха, все. Это были изыщители. Учения разные. Разные учения. Учения разные. Скажите, вот у вас... Нет, у вас разные позиции. Родной брат ваш обратился. Вы где живете? Я не знаю. Я не понял. Да, не знаю, не знаю. Ну, я живу в городе Барнаул. Лапкин-Игнатий. Я ничего не слежусь где-то. И вот я начинаю с ними... Я когда беседую с ними, говорю, скажите, вот в этой ситуации как вы поступили? Я сидел в лагере, когда отбывал срок, с мусульманами. Это город Жанатас, Жамбульская область, казахи. Меня специально отправили, чтобы я не знал. Я на разных языках знал, там, немецкий, английский. А тут, чтобы я не мог разговаривать. А все равно, я в один день начинаю учиться казахскому, туркменскому, узбекскому. Мне это очень нравится. И со мной, которые люди были, на них, говорят там, какие-то, со мной по-другому они относились. Потому что мы молимся. А если я молюсь, мы дорогой ехали, а рядом работают мусульмане, они нас в обиду никогда не дадут. Это я сто процентов гарантию знаю. Они очень любят молиться. Ну, я имею в виду настоящих, не пьяниц, которые свинину жрут там. Настоящие. Поэтому у нас... У нас есть точки соприкосновения. Мы должны им сказать, если говорите неправильно наше Евангелие, через 600 лет пришли, и вы решили неправильно Евангелие, а как вы узнали? С чем? Никто не может сказать. Это последний пророк, там, называете. А сейчас, вон, пришел весь царем в Красноярском крае. Я последний пророк, остальных не признаю. На каком основании? Ну, у меня нет никаких никаких таких. Он не может обеспечить. Нет, никаких никаких нет. А на каком основании отбросили Евангелие-то? Почему Библия-то? Вот она лежит, Библия. Почему она не стала настольной книгой для вас? Когда здесь все написано? У нас Авраам называется, у вас Ибрагим, у нас Соломон, у вас Сулейман. Он только и всего? На ох! Ну, вот, вот, вот. Вы как раз говорите, что пришел этим постеряем. А почему такое невозможно? Если до Иисуса были, там другие пороки проходили, а почему после Иисуса... Понимаете, человеку нельзя ничего доказать, если не рожден свыше. Я не понял, подождите. Что-то у меня неясно слышно. Повторите. Ахма-гидат есть такой. Человек на сей день. Он был в дискуссии с христианами по поводу... Богом назвал себя так или нет. У нас там по-друге, там люди, и, конечно, все объясняют. Это интересно, не ты ли? Наберите, посмотрите. У нас Евангелие. И ни одной буквы... Он не по-друге, и по-разному, и по-труге. Он доказывал, что... Ничего не доказывает. Что Иисус... Он... Сама Библия написала, что Иисус не говорил мне, что я сын Божий, я Бог... А за что его казнили? Это, говорит, за то, что ты делаешь себя равным Богу. Ему обвинение в этом было? А нет, нет. Они считают, не знают. Это грубое искажение Евангелия. Написано, кто ты такой? Делаешь себя равным Богу, распять его. Христа это в обвинении стояло, в обвинительном. Вот меня судили, мне же не сказали, я хочу быть Богом. Мне сказали только, что я говорил отрицательно об Ленине. Я брал интервью репрессированных, а там мне все в обвинении было. Я вот с чего хотел сказать. Если вот где-то вы там будете, ну, я беру то, что Саудовская Аравия, Тунис. Вот человек обратился к христианам, стал христианином, принял крещение. Какие меры против него? Если скажете не так, то так. Любыми путями его достать и убить. Любыми путями. Где угодно. Это пишет не кто-то, жена министра. Я смелилась назвать его отцом, называется. Вот так. Это определенно четко. А у нас, если был христианин, вот этот, Полосин Валерий, он что? Вячеслав Павел, христианский священник. И стал там каким-то, я не знаю, каким-то док, малихем, мусульман, принял мусульман. Что ему было? Да ничего ему никогда не будет.